итак приветствую попробую получится 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 фиксировал и так обязательно мы сегодня с вами поговорим именно о магии кольца вначале я хотела конечно вам дать текст к размышлению ну не текста просто поговорить с вами и выбрала такую карту до кольцом где действительно показано наше прошлое и цена времени в настоящем цена времени ну и немного о кольце и времени такой у нас с вами будет эфир представьте себе что существует банк который переводит вам каждое утро сумму да ну пусть это будет 100 тысяч рублей сумма оставшаяся от этой суммы после дневных трат не переходит в счет следующего дня то есть сумма пришла вы потратили эту сумму ночью счет обнуляется если вы не успели потратить счет обнуляется чтобы вы делали тогда деньгами если был к вам каждый день приходила на счет сумма 100 тысяч рублей неужели бы вы старались растратить все до последней копейки вот я думаю что это был бы азар азарт у вас первые дни потом бы конечно нет вы уже хотели бы что-то оставить на самом же деле у каждого из нас есть такой банк имя этого банка время смотрела один фильм и там у нас время в будущем она будет мы будем им рассчитываться как с деньгами это очень была нехорошая идея но я хотела бы чтобы вы задумались на самом деле у каждого из нас до каждое утро когда мы просыпаемся нам предоставляется кредит это сколько у нас пусть будет 100 тысяч секунд но на самом деле 86 400 секунда но я буду говорить круглую сумму потому что она больше как бы укладывается нам подсознание и так каждое утро у нас дается кредит 100000 рублей мы будем говорить про рубли каждую ночь счет обнуляется остаток не идет в счет следующего дня нет минуса на счету каждый день начинается новый счет если вы не использовали дневной кредит потеря только ваша нет пути назад нельзя взять взаймы у следующего дня то есть только эта сумма мы обязаны жить настоящим в счет того времени хочу чтобы все-таки вы поняли что я говорю по сейчас про вот ценность каждой минуты вам выделено в данный момент в данный день это время чтобы достичь чего-то чтобы достичь и прийти куда-то вы вложите правильно ваше время и все за ночь у вас обнуляется для чего вам это надо для чего мне это надо вообще для чего нужно понять ценность времени чтобы понять цену года можно спросить ученика который остался на второй год может быть у кого-то в семье была такая ситуация но это не в целях осуждения а просто я хочу чтобы вы поняли ценность времени чтобы понять цену месяца я сейчас прошу матерей которые родили недоношенного ребенка это вам поможет вспомнить чтобы понять цену одного месяца хотя бы 1 чтобы понять цену одного часа спросите влюбленных ожидающих встречи каково это чтобы понять цену одной минуты спросите человека который опоздал на поезд чтобы понять цену одной секунды спросите того кто избежал автокатастрофы до либо авиакатастрофы мы знаем что когда человек куда-то опоздать то это не просто тогда очень были пусть они были единичные случаи но они были что из-за какой-то одной минутки человек опоздает и спасет себе жизнь и так а вот чтобы посчитать секунды вы спросите спортсмена занявшего второго места второе место то есть понимаете да к чему сейчас я веду поймите ценность мгновения которую вы провели с дорогим вам человеком поймите время не ждет человека то что было вчера уже история поэтому я вам поставила эту карту эта карта кольца она из колоды предсказания ведьмы очень тонкая вещь и вот видите на заднем плане мужчина его обещание на руке и кольцо поэтому сейчас я с вами разберу магию кольца по крайней мере если будете это делать вы но это вообще увесистые ценные знания магические свойства кольца я уже снимала видео она очень такое было топовая пользовалась спросом и много сохранений было поэтому смотрите кольцо у этого маленького украшения нет ни начала ни конца поэтому она символ бесконечности символ времени кольцо не украшение а магический предмет именно и предмет и инструмент может быть замечали что у каждого мага в каких-то фильмах непонятных на руках кольцо на определенном пальце так вот кольцо можно защитить от дурного глаза и невзгод помочь обрести счастье в личной жизни предсказать будущее у меня здесь есть тоже кольцо про видео спаси сохрани вы пролистайте ленту и посмотрите видео и так обручальное кольцо принято носить конечно на безымянном пальце правой руки но у каждого пальца есть свое значение иностранцы например на левом на левой руке сам носит иногда девушка или женщина не надевает кольцо не на тот палец и тем самым изменяет свою судьбу кольцо на большом пальце делает своего владельца упрямым кольцо на указательном пальце носят люди нерешительные поддающиеся как правило чужому влиянию какой бы он богатый не был знаете что он поддается чужому влиянию если кольца надеть на указательные пальцы обеих же рук они сделают вас более целеустремленным кольцо на среднем пальце она конечно выдает человека верящего в свою судьбу этот человек отличается огромной духовной силой ну как правило так например вот я сейчас не ношу на среднем пальце потому что нет моего размера и мне очень дискомфортно одно кольцо которое лежит у него выпало камень не могу его носить ну и потом обязательно найду именно то которое мне нравится на средний палец да я верю в судьбу это точно итак смотрите если вы хотите укрепить свой брак да и чтобы вот такая вот рука не лежала на столе с кольцом а мужчина не было наденьте на безымянный палец поверх обручального еще одно кольцо желательное драгоценное никакой безделушки никакой подобие не подойдет если заметили в себе склонность к азарту любите играть выигрывать да помните был бич до игровые автоматы либо казино казино она дочь пора осталось в общем носите кольцо на мизинца она будет сдерживать кипящие вас страсти самый сильный оберег это кольцо доставшееся от матери кроме конечно кольца спаси и сохрани по христианской традиции да кольцо доставшееся от матери в сложной ситуации у него можно просить помощи такое кольцо нельзя давать примерять другим людям иначе она потеряет свою силу впрочем даже если вы даете померить подруги обычное кольцо сначала положите его на стол вообще я не люблю давать свои кольца мерить да и вам тоже не советую если вы нашли чужое кольцо не носите его лучше подарите или продайте или сдайте в ломбард или сделайте переплавку предварительно конечно его лучше осветить но не обязательно на ночь снимайте с рук все украшения иначе они могут плохо повлиять на ваше здоровье потому что если в украшении натуральный камень он всегда несет свою информацию именно ночью он еще сильнее влияет на человека чтобы узнать смотрите немножко погаданию тоже скажу про кольцо чтобы узнать выйдет ли замуж в нынешнем году то есть в этом году вот я выйду ли замуж до либо вы на себя будете гадать вы насыпаете зерна в глубокую миску и попросите подружку зарыть туда ваше кольцо но не подглядывайте затем наберите в кулак столько зерна сколько поместится если вместе с зерном вам попалось кольцо значит замужество не за горами если хотите узнать пол своего будущего ребенка вы сейчас беременны вы это делают как правило когда беременны вы подвесиваете кольцо на нитку любую держите за ее конец на вытянутой руке ну вот так наверх подняли если кольцо начнет раскачиваться вперед назад или из стороны сторону будет мальчик если станет совершать круговые движения девочка то здесь узи даже может проиграть так вы собираетесь начинать новое дело но не уверены в успехи выложите кольцо в стакан с водой и на ночь ставите в морозилку думая об этом деле если утром на воде вы увидите идеально гладкую ледяную поверхность значит вас ожидает успех к тому же надевая это кольцо после того как лед растает обязательно загадайте желание и она сбудется так вот что будет завтра не дано знать никому ну почти никому я хочу сказать вам чтобы вы ценили все-таки свое время и в минуту сегодня и использовали ее с пользой а так все эти приметы они рабочие проверенные берите в облако с любовью и уважением ваша каролина